В этих сборниках с названием «Исправляй!» – стихотворение рассказа молодых приморцев. Первую такую книгу издали еще два года назад с помощью Краевого отделения Союза писателей России. В 2017-м к печати готовится уже третий сборник. Правда, тираж у него всего 100 экземпляров. Ну, можно сказать, сами, своими усилиями в основном. То есть мы рекламируем, пытаемся привлечь спонсоров, и свои средства вкладываем, и на эту сумму в итоге печатаем сборник. Чтобы опубликовать свои произведения в сборнике «Исправляй!», молодые поэты и писатели участвовали в одноименном конкурсе. Как правило, его проводят осенью, а уже весной победители получают книги со своими работами. К слову, участие бесплатное, тема конкурсных произведений свободная, а в жюри входят местные авторы. Как отмечают начинающие писатели и поэты, это хороший способ заявить о себе. Получается, в двух сборниках, да, я опубликована. В одном именно я принимала участие как поэт, как участник, а во втором уже я публиковалась просто как участник этого объединения, я была в жюри. Другой способ обратить на себя внимание – это обратиться напрямую в Приморское отделение Союза писателей. Здесь профессиональные авторы смогут оценить творчество начинающих, дать советы и даже написать рецензию на произведение. Вход в Союз писателей свободный. К нам приходят люди, чуть ли не с улицы, иногда приходит человек и говорит, я вот шел мимо, вижу вывеска Союз писателей, а как вам в Союз попасть? Ну, естественно, мы спрашиваем, а кто вы, что вы? Очень часто приходят молодые поэты, прозаики, поэты чаще. Вдобавок в Союзе писателей один раз в неделю проходит встреча начинающих творцов. Это и обучение, и своеобразная передача опыта. Правда, многие авторы придерживаются мнения, что научить писать невозможно. Можно лишь направить, а для развития обязательно нужны вдохновения и талант. Между тем, оговариваются, что творчество – это по большей части вещь субъективная. Если вы читаете стихи, и у вас что-то такое внутри щелкнуло, или так сердце как-то забилось, или что-то такое необыкновенное вы почувствовали, вот это, наверное, и есть стихи. Ну, у каждого же свое очень дает. А это значит, у каждого есть свой поэт, у каждого поэта есть свой читатель. К тому же во Владивостоке систематически устраивают поэтические марафоны, литературные встречи и другие мероприятия, где можно прочитать свои произведения и явить свое творчество на суд не профессионалов, а простых зрителей. К таким мероприятиям относятся проекты «Чтиво» и «Поэтический вечер». Участие может принять любой желающий, нужно только предварительно зарегистрироваться. Поэт приходит, читает свои стихотворения, там есть регламент небольшой, после чего в группе ВКонтакте, в соцсетях возможно обсудить данного поэта, поделиться своими комментариями, отзывами. Многие авторы говорят, что одно из главных правил для начинающих поэтов и писателей адекватно воспринимать критику, особенно от опытных коллег. И не опускать руки, даже если кому-то не нравится их произведение. Ведь, как говорил Александр Пушкин, талант – это предрасположенность к труду. А у нас во Владивостоке есть, где раскрывать свои способности. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.